В конце июня на Большом Адронном Коллайдере датчики зарегистрировали факт появления новых экзотических частиц. Самым интересным является то, что большинство из нас не знают, что это такое, а о Большом Адронном Коллайдере могут сказать только то, что он просто большой. Поэтому согласимся, что это открытие очень важно для человечества, и перейдем к другим новостям. Все мы знаем, что человек появился в ходе эволюции, но продолжаем ли мы эволюционировать? Эволюционист и генетик из Гарвардского университета Джонатом Бичи положительно ответил на этот вопрос. Ученый доказал, что, по крайней мере, американцы до сих пор находятся под давлением естественного отбора, который является основным двигателем эволюции. До сегодняшнего момента считалось, что люди перестали эволюционировать около 40-50 тысяч лет назад. Однако данные свидетельствуют, что эволюция человека продолжается и в настоящий момент. За последние 3 тысячи лет люди адаптировались к потреблению лактозы, то есть научились пить молоко, выработали устойчивость к малярии и адаптировались к высокогорному климату. Такая адаптация является результатом естественного отбора и, как всякий естественный отбор, приводит к повышению рождаемости. В итоге ученые установили, что наиболее репродуктивные женщины с высокой массой тела и низким ростом, а также наименее образованные представители обоих полов. И этот вывод почему-то меня настораживает. Если так пойдет и дальше, то через 3 тысячи лет на планете будет много толстых, низкорослых женщин, а образование будет ниже нет. Но надеюсь, такого не случится. Федеральная политехническая школа в Лазани сообщила о том, что сейчас разрабатывается микроскопическое устройство, которое обеспечит бесперебойное производство вина. Автор изобретения винзавода-микрочипа является Дэниел Этингер. Он и его коллеги считают, что такой микроскопический винзавод позволит лучше понять процессы брожения, от которых качество вина зависит в первую очередь. Ведь, как известно, вкус и аромат вина зависят в основном от типа используемых дрожжей. Производительность такого микрозавода составляет миллилитр напитка в час. Но суть здесь не в объеме, а в скорости, ведь стандартная процедура спиртового брожения занимает до двух недель. Принцип работы заключается в том, что виноградный сок проходит сквозь устройство, в котором размещаются дрожжи, отделенные сверхтонкой мембраной с нонопорами. Поглощая сахар, дрожжи насыщают виноградный сок алкоголем и углекислым газом. Если ученые продолжат развивать свое изобретение, то каждый из нас получит возможность быстро изготавливать любой сорт вина у себя на кухне и предстоящей вечеринке. Исследователи из Цюрихского университета обучают роботов вести себя как хищники и охотиться на добычу. И, по мнению ученых, это делается на благо всего человечества. Специалисты учат роботов видеть, отслеживать и ловить добычу, используя как жертву робота поменьше. Основная задача ученых – создание программного обеспечения, распознающая цели вокруг. Руководитель проекта Тоби Дельбрук считает, что его работа поможет создать, например, багажные тележки, которые будут сами следовать за людьми и перевозить багаж. Также Тоби Дельбрук является создателем кремниевой сетчатки, которая имитирует устройство глаза млекопитающего и способна передавать информацию в реальном времени. Можно сказать, что благодаря таким исследованиям мы все ближе приближаемся к созданию настоящих киборгов, но почему-то я немного сомневаюсь в благих намерениях этого ученого. Немного грустная новость для поклонников Гарри Поттера. Инженеры из Техасского университета в Остине доказали невозможность создания устройства, делающего крупные объекты полностью невидимыми, используя пассивные метаматериалы, то есть материалы, которые работают без посторонних источников энергии. Результаты исследования показали, что производительность устройства невидимости сильно зависит от соотношения размеров объекта и длины волны, падающего на него света. Это значит, что пассивные метаматериалы не смогут сделать самолет или человека невидимыми для человеческого глаза. Но надежда все-таки есть. Ученые полагают, что можно добиться эффекта невидимости, используя активную маскировку, подключая электромагнитный плащик к внешнему источнику энергии. Итак, друзья, если у вас есть интересные новости, присылайте к нам на почту, которая указана в описании этого видео. А также ставьте лайк и подписывайтесь на канал Интересные Факты. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!